В день Пасхи мы с особым трепетом подходим к выбору блюд, они все должны быть традиционными и выглядеть подобающе. Хочется, чтобы каждая деталь была идеальна, поэтому я предлагаю вам этот рецепт. В этой выпечке все решило оформление, поэтому я предлагаю вам изучить, как приготовить булочки пасхальные яйца. Изделие действительно похоже на раскрашенные яйца, а внутри еще будет сытная начинка, в итоге и снаружи красиво. И внутри сюрприз, тесто будет дрожжевое, поэтому заранее озаботьтесь о времени. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. В теплой воде растворите дрожжи по инструкции на упаковке. 2. Взбейте яйца в легкую пену. 3. Холодное масло нарежьте мелкими кубиками. 4. Затем сделайте тесто, просейте муку, добавьте к ней дрожжи, соль, сахар, молоко, яйца, замешайте массу комбайном или ложкой. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Через пару минут замешивания добавьте масло, продолжайте месить, после этого оставьте тесто набухать на 45 минут при комнатной температуре. 6. После этого раскатайте тесто в пласт, вырежьте из него формой кусочки в виде лиц. 7. В центр половины заготовок выложите кусочки ветчины и сыра. 8. По краям теста смажьте молоком. 9. И закройте начинку вторым кусочком теста, слепив края. 10. Затем займитесь декором из моркови, кабачка и цуки, не нарежьте длинные тонкие кусочки. 11. Теперь смажьте тесто сверху молоком, а потом приклейте разноцветные овощные полоски. 12. Выпекайте булочки 20 минут в духовке при 180 градусах. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Необходимые ингредиенты. 12. Сливочное масло 150 грамм. 13. Лука пшеничная 500 грамм. 14. Вода теплая 50 мл. 15. Молоко 170 мл. 15. В начинку 125 мл. 15. В тесто 15. Сахар белый 4 ч. л. 16. Соль 2 ч. л. 16. Сухие дрожжи 1,5 ч. л. 16. Яйцо 3 штуки. Полутвердый сыр 250 грамм. Морковь 1 штука. Кабачок желтый небольшой 1 штука. Цукини 1 штука. Ветчина 12 ломтиков. Количество порций 6-8. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачного приготовления! Приятного аппетита! Жду вас снова! Продолжение следует...